Всем привет! Нам предлагают решить вот такое уравнение. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Итак, если мы возведем в квадрат, приведем подобное слагаемое, перенеся пятерку в левую часть, то мы получим уравнение четвертой степени, которое мы не очень умеем решать. Значит, нужно что-то придумать. И что я придумал? Посмотрите, я перенесу 5 в левую часть, разобью на два слагаемых минус 4 минус 1 эту пятерку. У меня получится x в квадрате минус x минус 1 в квадрате минус 4 и минус x в кубе минус 1 равно 0. Но вроде все нормально. А теперь я представлю как разность квадратов. Сумма первых двух слагаемых. Вот что у меня получится. Здесь вынесу минус за скобки x в кубе плюс 1. Я даже 1 запишу 1 в кубе. Равно 0. Наверное, все понимают, что следует воспользоваться формулой суммы кубов двух чисел. Я напомню, для тех, кто забыл ее. Сумма кубов двух чисел равна произведению суммы чисел на неполный квадрат разности этих же чисел. То есть а в квадрате минус а b и плюс b в квадрате. Вот это и есть формула суммы кубов. Применив к нашему уравнению, я получу следующее. Разность квадратов дает произведение суммы разности. Я получаю плюс 2 и умножить на x в квадрате минус x минус 1 минус 2. А здесь x плюс 1 сумма чисел на неполный квадрат разности этих же чисел. Равно 0. Ну и что я вижу? x в квадрате минус x плюс 1 умножить на x в квадрате минус x минус 3 минус x плюс 1 умножить на x в квадрате минус x плюс 1 равно 0. Да, наверное, нам просто повезло. Видим общий множитель и выносим его за скобки. Что получается? x в квадрате минус x плюс 1 умножить на x в квадрате минус x минус 3 и минус x плюс 1. Я подробно записываю для англоговорящей аудитории. Там так принято. x в квадрате минус x плюс 1 умножить на x в квадрате минус 2x минус 4 равно 0. Отмечу, что дискриминант первого квадратного трехчлена будет меньше 0. Значит, график соответствующей функции квадратичной x в квадрате минус x плюс 1, учитывая, что старший коэффициент равен 1 и больше 0, график этой функции будет расположен над осью OX ветвями вверх и, следовательно, при любых x значение этого трехчлена больше 0. Мы таки отметим, что больше 0 значение при любых x этого трехчлена. И приравняв 0 тогда второй множитель, мы получим приведенное квадратное уравнение 2x минус 4 равно 0, которую я решу по формуле корней приведенного квадратного. Корни приведенного равны половине второго коэффициента, взятого с противоположным знаком, плюс минус корень квадратный с квадрата этой половины минус свободный член. Я уже неоднократно обращался к этой формуле и очень советую ее запомнить. Все. У нас получились два корня. Х первое равно единице минус корень из пяти. Х второе равно единице плюс корень из пяти. Ну, ура! Осталось записать сумму квадратов корней уравнения. Ну, я подчеркиваю, действительных корней. Видите, в ответе требуется сумму квадратов записать, действительных корней уравнения. Это можно сделать, конечно, двумя путями, двумя способами. Например, можно просто возвести в квадрат каждый из корней и найти их сумму. Но мы поступим чуть-чуть иначе и скажем, что мы применим теорему Виета. Это х первое в квадрате плюс х второе в квадрате. Вот сумма квадратов корней. Можно представить как сумма чисел в квадрате минус удвоенное произведение этих чисел. Но, согласно теореме Виета, сумма корней равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, то есть числу 2. А произведение корней равно свободному члену, то есть числу минус 4. Я могу отдельно это записать, конечно. Вот здесь, что сумма корней. Иногда учителя просят даже учеников записывать, хотя, на мой взгляд, нет никакой необходимости в этом. Для сильных, конечно, учеников. Вот и все. У нас получится в скобках тогда 2. Вот это равно 2. 2 в квадрате это 4. Минус 2 умножить на произведение. А произведение равно минус 4 умножить на минус 4. Ответ 12. Это и есть ответ задачи. Я запишу его вот здесь. Ответ 12. Ну, кто раньше меня нашел ответ, конечно, большой молодец. Всего доброго. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Валерий Казаков.